Гитфан на связи Палундра! Оглянувшись на прошлые выходные, с ужасом обнаружил тонны ответов разработчиков, которые совсем никак не попадали в видео Палундру. Так что если вы до этого еще не узнали про забытую всеми механику максимального урона, про то, какой же будет следующий корабль за сталь, а еще и про то, где почитать про режим угнетения, то данный новостной выпуск точно будет вам интересен, но для начала короткая реклама. Клан Вовс приглашает в свои ряды командиров всех классов кораблей. Если твой винрейт больше 58% и ты играешь часто, то вовсе ты найдешь уйму единомышленников. А еще тебя ждут клановые турниры и ивенты с достойными призами. Отрядный нагиб рандома с такими же сильными игроками, как и ты сам. Веселые клановые стримы. Начни побеждать с фаном в сильной кампании уже сегодня. Переходи по ссылке в описании и вступай в Вовс. Вот не знаю, как так получилось, но второй выпуск комьюнити дайджеста чуть не прошел незаметно для Палундра. Кому интересно читать все текстом, я оставлю ссылку в описании и в комментариях. В этой теме действительно есть интересные вещи. К примеру, математический разбор режима угнетения от всеми известного Вэлдана. Полностью в Палундру данный разбор не поместится, но так, чтобы вы знали. Короткая версия такая. Режима угнетения нет и у него нет смысла. Кто бы там чего не говорил. Ну и конечно же опять, как же не вернуться к теме баланса плюс-минус один. Говорят, дискуссия была действительно жаркой. Многим хочется мягких условиях балансировщика. Однако есть и негативная сторона такого баланса. Уменьшение вариативности как самое очевидное. И это вызвало больше всего споров. Так как многим именно по этой причине баланс плюс-минус один не мил. Также напомнили еще и про то, что матчмейкеры будут больше собирать бои. А вместе с боями на дне списка пропадут и бои в топе. В общем, эмоции от игры уже точно будут не те. Но может быть в будущем балансировщик действительно будет переработан. О том, как именно, я расскажу чуть позже, когда перейду к ответам разработчиков с другой, не менее интересной темы. Ну а в дайджесте баланс плюс-минус один назвали авантюрой, в которой разработчики совсем не готовы ввязываться. Есть еще ответы с круглого стола, которые проводили активные сообщества на прошлой неделе. Ну а сейчас коротко по самому интересному с этого события. Оптимизация игры под многоядерные процессы, собственно говоря, уже в процессе. Уже сейчас игра использует несколько потоков. Дальше данный процесс только улучшится. Баланс по скилу – неудачное решение. Борьба с турбобоями идет через режимы, балансов очков и через точки на картах и правилами их захвата. Отображение пуков, по мнению разработчиков, не слишком целесообразно. Большинству эта информация неинтересна. А кому интересно, и так играют с модом на отображение пуков. Объединять дублонды и голду не будут в обозримом будущем. А мертворожденную лигу морских волков, возможно, отпилят. И вернут в игру, только когда придумают с ней что-то дельное. Разработчики открыты к предложениям. Но лично мне кажется странным, почему разработчики до сих пор не рассмотрели эту лигу как дополнительный способ фарма стали для Арсенала. Мне кажется, идея годноте. Полностью убрать рандом из игры это хороший способ убить игру. Цитата разработчиков. Да и в игре не так уж и много рандома, как говорят. Всего-то шанс на поджог, распределение снарядов и сбитие самолетов. Возможность играть в КБ на других серверах по чужому прайму уже где-то неподалеку. Ждем, видимо, где-то к четвертому сезону КБ. Разрабы на 99,9 уверены в системе отлова читеров. Сталь будут давать не только за первый ранг. Долгосрочный план идеи перевести весь премшоп на дублоны. И перейти к схеме донатить сначала дублоны, а потом за дублоны в игре брать что нужно. Разрабы признали, что перегнули палку с парадными с кинофляжами на французов и американцев. Потому хотят сделать шаг назад в пользу историчности. Проблема восьмерок есть. Скорее всего, в среднеотдаленном будущем перепишут матчмейкер так, чтобы он собирал для десяток одноуровневые бои по возможности. Причиной данной проблемы разработчики видят, что десятки получили большой рост популярности. Компенсация при перепиле авиков будет щедрой. Чтобы не обидеть авиководов, которым геймплей новый может не понравиться. И потому старым авиководам дадут возможность вместо авиков получить в порт что-то другое. Возможно, и тут я рассуждаю чисто логически, прокачанные корабли заберут, дав свободку. Да и с кэпами, наверное, будет что-то похоже. Но я, возможно, могу и ошибаться, и произойдет что-то другое. Следующий корабль засталь после Сталинграда – Аляска. Уровень пока не определен, либо девятый, либо десятый. А еще пообещали на Геймскоме анонсировать новую ветку. Хотя непонятно, к чему эта загадочность, когда в блоге разработки уже есть британские эсминцы. Так что я начинаю подозревать, что на Геймскоме, возможно, будет анонс-сюрприз. Так что буду ждать августа. Еще несколько ответов из дискорд-канала блогеров. Немногие заметили, что у новой крейсерской девятки Сеттл в топе меньше дальность рябы, чем в стоке. Как оказалось, это баг, и будет поправлено. Топу довесит дальности. А еще многие были удивлены, почему же разработчики решили летние КБ сделать короче, чем предыдущие. Как показал анализ предыдущих сезонов, после восьмой недели есть сильный спад активности, потому разработчиками было решено, что лишние две недели игрокам просто не нужны. А вот как считаете вы, нужны или нет? Голосовалка находится в углу, а лично мне почему-то кажется неправильно сравнивать зимнюю и летнюю активность. Ведь тут у игры есть очень серьезный конкурент. В реале шашлычки, пляжик, дача. Попробуй тут собрать хотя бы один постоянный коллектив для КБ. Кстати, тут нам стал известен график начисления купонов для Арсенала. Так что если вы хотели что-то прикупить, но боялись, что купонов не хватит на все, то не отчаивайтесь. Вот вам график и знайте, что отсчет идет со дня релиза 0.76. Корабли. Один купон на 25% раз в 6 месяцев. Флажки. Два купона на 50% обновляются раз в месяц. Флажки на 25% обновляются раз в месяц. Камуфляжи. Два купона на 25% раз в месяц. Модернизации. А один купон 25% раз в месяц. Ну а напоследок самое вкусное с реддита. Разработчики обсудили идею ведения достижения за получение максимального количества опыта среди обоих команд при поражении. Возможно, Акизуки и продолжение его ветки выдадут заградку. Все зависит от тестов. Самые удачные уникальные модернизации для десяток, по мнению разработчиков, получились для Москвы, Конкерора, Кюрфюрста и Симакадзе. Т-61 в релизном состоянии, однако смысла выпускать корабль в продажу сейчас просто нет. Эсминцы за свободку вряд ли появятся в этом году. Разработка сложного режима для операций стоит на месте. Привязывать уголь к игровым достижениям не планируют. Операция на рае вернется в 0.77. А максимальный урон одного пробития, попадание без пробития цитадели, как внезапно выяснилось, в любой ситуации не может быть больше 20% от максимальной боеспособности цели. Данная механика, существовавшая еще с патча 0.3.0, настолько редко упоминалась, что даже разработчикам пришлось сидеть и вспоминать, а существует ли она вообще. Скорее всего, она будет меняться, когда поправят урон бронебоя клинкоров по эсминцам. Идею нашивок для альфа-тестеров и бета-тестеров передали в нужный отдел. Скоро механику засвета обновят, и задержка между появлением корабля на миникарте и в игровом мире перестанет быть сколько-либо заметной. Ну а новостей больше нет. Ставьте лайки, если было интересно, подписывайтесь на канал и, конечно же, не болейте и не скучайте. До связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok